Наверняка многие узнали эти кадры. Это та самая первая школа, вновь в 1957 году. Нестандартная на сегодняшний день архитектура. Пятиэтажное кирпичное здание. Его начали возводить в 1953-м, и вот уже через два года школа приняла первых учеников. Мы вручную копали фундамент, который мы копали вручную на 2,5 метра, чтобы забетонировать фундамент, потом начинали кладку вести. Это здание всё кирпичное. У нас трудности, что я на холоде, лебёдка, только от дождя будка сделана, и всё. Не было ни одной школы. Первую построили только в 1955 году. Как на любой день рождения принято ходить с подарками, так и в этот раз администрации Ленинского района, руководству ЗАУ совхоза имени Ленина в лице директора преподнесли школе щедрые подарки, денежные сертификаты и экскурсионную поездку, а каждому первостроителю города выдали премию в размере 10 тысяч рублей. Благодарственные письма и грамоты главы района, советы депутатов и управления образованием и, конечно, добрые пожелания. Ваша школа, первая школа, она как раз одно из тех зданий, которое позволяет не забывать, какой замечательный, красивый и невысокий город видны. Сверообразование в Ленинском муниципальном районе находится на очень высоком уровне, и это очень приятно, потому что это делается всё вашими замечательными руками. Школа наша первая, она всегда ассоциируется с особыми традициями. Здесь всегда присутствует гражданственность, духовность. Давно и много-много лет у руля первой школы непосредственно, конечно же, была Татьяна Владимировна Рублёва. Можно вас пригласить на эту сцену? Мы её искренне поздравляем, поздравляем её команду, и, конечно же, мы всегда в вас верили, верим и будем верить. В четвёртый десяток лет школа руководит Татьяна Владимировна Рублёва. По её словам, самое главное, что, несмотря на смену поколений, в школе сохранилась преемственность традиций. Любимой традицией детей и взрослых является поездка на озеро Селигер. С 1962 года мы ездим туда. И праздник за честь школы 19 мая, в День пионерии. Мы его проводим ежегодно. Среди учителей этой школы есть и такие, кто был когда-то её учеником, а теперь сам сеет разумное, доброе, вечное. В этой профессии я мечтала, наверное, класса с седьмого, и так своё мнение я не поменяла. Шумные аплодисменты звучали в этот день и для учителей вот уже несколько десятилетий, преданных любимому делу из своей школы. Про таких, как Нина Андреевна Костырёва, принято говорить «учитель от Бога». Педагог начальных классов, 35 лет стажа только в первой школе. Тысячи учеников помнят её по доброй улыбке и пепельным волосам. Даже вот иду в магазин, в больницу, и нигде в очереди не стою. Или, например, еду в троллейбусе, «О, это Нина Андреевна». Вы знаете, я даже, «А как вы меня знали?» «Так мы же у вас учились». То есть они меня сразу узнают. Вы, говорят, не изменились, вы всё такая же, прическа. Меняются лица ученики, педагоги. Идут годы. Свежий ремонт, новые окна, стадион во дворе. Но всё те же пять кирпичных этажей. Первой школы города Видное. Екатерина Чернышёва, Алексей Ильин, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова